С рабочей поездкой в Вышнем Волочке накануне побывал депутат Госдумы Владимир Васильев. Народный избранник посетил Кошаровский детский дом-интернат, школу номер 6 и грибную базу на Тверецком канале. О подробностях визита в райцентр расскажет наш корреспондент. 16 июня в 1969 году в Вышнем Волочке открылся Кошаровский детский дом-интернат для глубоко умственно отсталых детей. Его неоднократно переименовывали и сейчас он называется Кошаровский детский дом-интернат для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии. Учреждение расположено в одном из красивейших мест Вышневолодского округа в поселке Кошарово. Рядом сосновый бор и водохранилище, что создает хороший микроклимат и является мощным средством реабилитации. В учреждение поступают дети с отклонениями в умственном и физическом развитии возрасте от 4 до 18 лет, нуждающиеся по состоянию здоровья в медицинской помощи и бытовом обслуживании. Учреждение рассчитано на 120 детей с ограниченными возможностями. По данным на 1 июня текущего года здесь находится 88 человек. Владимир Васильев поздравил с 55-летием коллектив дома-ребенка. Вместе с командой помощников он вручил ценные призы и подарки, поблагодарив сотрудников за неравнодушное отношение к своим подопечным. Врачи тоже, специалисты, все неравнодушные люди нашли подход, который, как сегодня отмечали, не везде у нас даже, не во всех регионах сегодня реализуется. Помощи детям, нуждающимся в ней. Медики делали чудо, сестрички и няни, которые ни одного пролежни не допускали у лежачих деточек. Спасибо им сегодня, мы себя тоже за это благодарили. Еще в 2013 году Владимир Васильев взял шество над учреждением. Воспитанники детского дома посещают учреждения культуры, находящиеся на территории города. Театр, музей принимают активное участие в реализации проектов партии «Единая Россия», «Дворовый тренер» и «Детский спорт». Дети посещают грибную базу. Каждый год участвуют в регате «Золотая осень». У нас в Гребне очень хороший педагог. Большое спасибо тренерскому коллективу, который отнесся к этим очень тяжелым детям, непростым, чтобы их социализировать. Занятия спортом под руководством опытных педагогов и спортсменов, они дали эти результаты. И наша сейчас команда Кошаровская постоянно участвует на Волге, на регате, доставляет каждую регату в свою команду. В честь юбилея учреждения был организован праздничный концерт. Главные его участники – воспитанники дома-интерната. Поздравить с юбилеем коллектив и ребят пришли представители разных уровней власти. У вас не просто детки воспитываются, а то, что их здесь лечат и помогают им жить более комфортной, более здоровой, более социально адаптированной жизнью. Вы такая семья, такая дружная, такая замечательная, такая комфортная семья. В ходе общения с коллективом дома-интерната был поднят вопрос повышения материально-технической базы учреждения за счет бюджетного финансирования. Также в ходе визита в Вышний Волочок глава думской фракции посетил школу номер 6, в библиотеку которой передано более 100 наименований художественной литературы и учебников в рамках проекта «Книжный стеллаж». Здесь он также осмотрел новый спортивный зал единоборств, где вместе с командой по самбо обсудил необходимость улучшения позиций тренерского состава. Васильев также осмотрел ход работ в Венециановском сквере и на набережной реки Цнак, который проводится в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Почему?